Добрый вечер! В эфире канала «Заречные новости» с главными городскими событиями вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Алена Шеваргина. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. В Заречном торжественно открыли сквер юбилейный. Территория за седьмым детским садом и 225-й школой стала чистым и уютным местом, в котором хочется отдохнуть. Всем хорош! Все убрали, все в идеальный порядок, чистота, все. Нужно нам такое в Заречном сквере? Еще травку посеют, еще травку посеют, будет очень хорошо. Спортивные снаряды, чтобы еще здесь были. Все в порядке, все сделали. Молодцы! Празднование 65-летия Заречного началось у памятника основателям завода и города. В адрес ветеранов прозвучали слова особой благодарности, признательности и уважения. Мы уже несколько лет по традиции наши торжественные мероприятия начинаем с этого места, с места, где у нас установлен знак созидателям, первостроителям. Мы с чувством огромной благодарности вспоминаем их, вспоминаем их труд, вспоминаем то, что они сделали, сделали наш прекрасный, неповторимый город. Зареченцы установили рекорд России. В день 65-летия города на гигантской сковороде удалось пожарить 350 килограммов картофеля. Свои секреты приготовления этого популярного блюда русской кухни раскрыл глава Заречного Олег Климанов. Весь секрет в том, что нужно сначала пожарить мясо, а потом уже добавлять лук, чтобы вот этот вот нагар, который снизу, он тогда отойдет, когда лук добавишь потом. Вот. Некоторые делают неправильно, сначала жарят лук, потом картошку, это неправильно. Новые дорожки и освещение, скамейки для спокойного отдыха и игровая зона для детей. В Заречном 1 сентября торжественно открыли сквер юбилейный. И пусть работы здесь еще не завершены, новое пространство уже стало центром притяжения горожан. В этом убедился Алексей Лазаренко. Теперь здесь часто будет звучать детский смех. Участок между седьмым детским садом и 225-й школы превратился в благоустроенный сквер юбилейный. Он стал одним из подарков к 65-летию Заречного. Торжественная церемония открытия сквера открыла серию праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Благодаря выбору наших жителей, благодаря усилиям проектировщиков, которые спроектировали, благодаря нашим строителям, комбинатам благоустройства, которые занимались строительством и обустройством этого места. Был разработан проект и получилось вот такое вот единое пространство, которое, ну, наверное, точно станет одним из любимых мест, потому что еще не были закончены строительные работы, а люди уже сюда приходили, отдыхали. Эта территория была благоустроена в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Участок выбрали сами Зареченцы. Территория между детским садом номер 7 и школой 225 заняла первое место в рейтинговом голосовании. В этом году на ее благоустройство было выделено 22 миллиона рублей. Нынешний сквер «Юбилейный» когда-то был простым темным участком, заросшим бурьяном и без освещения. Сейчас это чистое и уютное место, в котором хочется отдохнуть. Нам очень нравится, рядом с нашим домом. Помимо дома можно сюда прийти, еще покататься ребенку на самокате, маме посидеть, подождать, пока ребенок наиграется. А помнишь, что раньше тут здесь было? Конечно, здесь были кусты непроходимые. Да, нам очень нравится, спасибо. Всем хорош! Все убрали, все, идеальный порядок, чистота, все. Нужен нам такой заречный сквер? Еще травку посеют, еще травку посеют, будет очень хорошо. Будет веселенно. Спортивные снаряды, чтобы еще здесь были. Все порядок, все это сделали, молодцы. Молодцы. Но как же не нужен такой сквер? Это удобно, это конструктивно в плане отдыха, в плане общения, передвижения. Ну и просто есть куда выйти, погулять, это хорошо. В рамках открытия сквера состоялась и церемония награждения. Глава города вручил почетные грамоты всем, кто внес свой вклад в благоустройство территории. Николаеву Евгению Александровичу, дорожный рабочий. После награждения состоялся праздничный концерт для всех, кто пришел полюбоваться на новый сквер юбилейный. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Заречный отметил 65-летие. По традиции праздник начался у знака основателям завода и города. Здесь, в торжественной обстановке, открыли особую доску почета. На ней можно увидеть фотографии зареченцев, которые своим трудом меняют жизнь нашего города к лучшему. Тему продолжит Наталья Елистратова. А что такое город? Это люди. В истории, в дерзании, в труде. Официальная часть празднования 65-летия Заречного была открыта на площади, где установлен памятный знак создателям завода и города. Слова особой признательности, благодарности и уважения звучали в адрес ветеранов. Первые строители, производственники, врачи, педагоги своим трудом за короткое время создали и вдохнули жизнь в наш родной город. Мы уже несколько лет по традиции наши торжественные мероприятия начинаем с этого места. С места, где у нас установлен знак созидателям, первостроителям. Мы с чувством огромной благодарности вспоминаем их, вспоминаем их труд, вспоминаем то, что они сделали. Сделали наш прекрасный, неповторимый город. История Заречного и завода неразрывно связаны. Градообразующее предприятие, Пензенский приборостроительный завод, а сегодня производственное объединение «Старт», строилось и развивалось одновременно с Заречным. 65 лет для человека – это возраст зрелости, а для города – это юность. И я надеюсь, что у нашего города еще много раз, десятки раз будет по 65 лет. Счастья и здоровья всем вам, а нашему городу развития и процветания. Уникальность истории Заречного в том, что многие ее творцы живут рядом с нами. Это люди, которые стояли у истоков создания и строительства закрытого города. На торжественном собрании ветераны, почетные граждане с особыми чувствами поздравляли юбиляра с 65-летием. Юбилей 60-летний нашего города – важный праздник для всех нас. Мы очень искренне, со знанием дела, отмечаем все юбилеи города. Каждое поколение оставляет свой след в жизни города. Так рождается история. Продолжая и поддерживая наследие ветеранов, молодые специалисты, инженеры, врачи-строители, учителя, тренеры, творческие работники добиваются высоких результатов, меняют жизнь города к лучшему. Заречный стал одним из первых городов госкорпорации «Росатом», где зародилась традиция народным голосованием выбирать новых созидателей. В 65-й день рождения Заречного была открыта особая доска почета. На ней размещены фотографии людей, которые вносят личный вклад в процветание малой родины. Мы очень горды тем, что мы стали победителями в этом конкурсе. Благодарим всех жителей нашего города за то, что они высоко оценили наш вклад в развитие города и проголосовали за нас. Мы твердо уверены, что в руках каждого из нас сделать жизнь в городе лучше, комфортнее и удобнее. Торжественное собрание у памятного знака «Созидателям завода и города» завершилось возложением цветов к монументу. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Празднование юбилея Заречного продолжилось на площади Ленина. Поздравить зареченцев с днем города приехали почетные гости. В их числе губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко, глава муниципальных образований региона и закрытых городов. После торжественной части состоялось шествие трудовых коллективов под названием «Заречный – это мы». С главной площади Заречного репортаж Натальи Елистратовой. Заречный день – город, да-да-да-да. А в Заречном жить здорово, да-да-да. Мы влюбились в этот город раз и навсегда. Зар-да-да. Самые теплые поздравления и пожелания от юных талантов в адрес родного города. Заречному 65. Главное официальное торжество по этому случаю проходило на центральной площади. В этот день юбиляр встречал огромное количество почетных гостей. С приветственным словом выступили представители руководства Пензенской области. История Заречного – это история нескольких поколений, которые создавали научно-техническую славу страны. Город возник как форпост нашего ядерного оружия и ту роль, которую он исторически играл с момента своего возникновения. Мы гордимся тем, что ядерный щит ковался именно здесь, в городе Заречном, на территории Пензенской области. Первое поколение зареченцев сумели передать свое трудолюбие детям, внукам. И сегодня город остается ключевым городом атомной промышленности и приборостроения. Год от года Заречный прирастает современными кварталами, объектами социальной инфраструктуры. Становится краше, комфортнее и привлекательнее для жизни, учебы, комфортного отдыха, воспитания детей. Благодарю жителей Заречного за самотверженный, созидательный труд, любовь и преданность родному городу. Заречный растет и развивается. Он может похвалиться своими ухоженными, благоустроенными улочками и комфортными территориями для отдыха. Талантливые молодежь и целеустремленные работники предприятий прославляют родной город на различных конкурсах по всей нашей необъятной стране. И все это во многом благодаря традициям, которые были заложены ветеранами. Мы в этот день вспоминаем тех, кто создавал город, кто его развивал, кто сделал его таким красивым, кто создал его неповторимый облик. Это Михаил Васильевич Проценко, Александр Павлович Киреев, Валентин Васильевич Димаков. И вот этот неповторимый облик создан благодаря нашим созидателям, нашим первостроителям и самые яркие представители того поколения сегодня здесь. Это наши почетные жители, это ветераны. Поздравить за личность юбилеем приехали главы всех районов Пензенской области, городов, присутствия госкорпорации «Росатом». Вместе с пожеланиями благополучия и процветания гости выражали признательность закрытому городу и его жителям. Заречный родился благодаря энергии, энтузиазму и трудолюбию первых строителей, приехавших со всех концов страны, возводить город и завод, которые теперь являются важной составной частью отечественного оборонно-промышленного комплекса. В наше время Заречный хорошее с каждым годом, сегодня горожане могут по праву гордиться своими достижениями. В городе много молодежи, на которую мы все возлагаем большие надежды. Заречный молодой и поистине уникальный город, имеющий природную красоту ландшафтов, сегодня является крупным экономическим и культурным центром Пензенской области. В этом большая, конечно, заслуга всех горожан и управленческой команды. Уверен, что инициативность, трудолюбие и целеустремленность жителей Заречного в дальнейшем помогут добиваться новых успехов на благо родного города. В 2023 году четверым жителям Заречного присвоены звания «Почетный гражданин города». Знаки отличия были вручены Виктору Давыдову, Александру Сидорову, Виктору Щербину и Светлане Радюк. Официальная часть празднования Дня города по традиции завершилась торжественным шествием. Первыми на центральной площади появились самые маленькие жители города. Участники парада колясок «Чудо-мобиль» приветствовали гостей праздника из ярко украшенных экипажей. Нам счастье жить с Заречным путь теля. С праздником вас, юные жители города Заречного! В торжественном фестивале шествий «Заречный – это мы» приняли участие представители 26 трудовых коллективов городских учреждений и организаций. Особым украшением парада стала самая массовая колонна, в которой прошли работники нескольких цехов и подразделений производственного объединения «Старт». Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». С площади Ленина празднование Дня города переместилось в Центральный парк культуры и отдыха «Заречие». Здесь состоялась праздничная программа «Городской калейдоскоп». Организаторы праздника подготовили для горожан массу интерактивных площадок. Одним из центральных событий стал муниципальный этап фестиваля творческих традиций «Семья семей», который организует программа территории культуры Росатома. Ксения Тризна с подробностями. Маленькие и большие зареченцы вместе вышли на главную сцену Центрального парка культуры и отдыха. Здесь состоялся муниципальный этап фестиваля творческих традиций «Семья семей», который организует программа территория культуры Росатома. Принять в нем участие решились шесть семей. Пусть не все участники этого коллектива связаны родственными узами, но они точно большая творческая семья. Студию «Кладезь» основали представители вокальной династии Богачевых. Уже два поколения поют народные песни и учат этому других. Решение выступить на фестивале приняли без колебаний. Совершенно спокойно, совершенно свободно. Будете, да, будем. А почему бы и нет? И мы решили, что так как мы, «Семья» на собственном примере показываем вот эту вот преемственность поколений, поэтому мы решили, что почему мы будем только одни на сцене выступать, когда у нас в нашем коллективе есть еще и другие семьи. Вот, поэтому мы решили объединиться. Фестиваль творческих традиций стал частью большой интерактивной программы «Городской калейдоскоп». На территории Центрального парка организовали множество площадок. Здесь появился целый детский квартал с фотозонами, творческими, спортивными и познавательными мастер-классами. Такое разнообразие занятий впечатлило не только детей, но и взрослых. Действительно, наш Заречный город многогранный. Молодцы. Где мы только, где наш город не участвовал? Ну, везде. Семейные пары, с семейным парами работают. Ну, просто у нас везде можно детей, куда угодно, чем угодно. Чем они захотели, тем и занимались. Это все прекрасно. И надо продолжать вот эти все традиции, не забывать вот это вот. Пока ребята рисовали на воде, строили крепость из конструктора и постигали азы робототехники в детском квартале, взрослые тоже не скучали и нашли себе занятия за его пределами. Например, боролись за победу в соревнованиях по перетягиванию каната. Держи, держи, держи! Держи, держи! Держи, держи, держи! Организаторы постарались представить на празднике все аспекты жизни современного Заречного, показать, каким он стал за 65 лет. За эти 65 лет город поднялся, вырос. И я могу считать это второй столицей нашей большой страны. Потому что город очень, хоть он и маленький, но он очень большой. Как в Калейдерскопе есть маленькие стеклышки. И также у нас очень много маленьких направлений, но они очень большие. Праздник в парке завершился через несколько часов. Однако главная интрига, кто выступит в финале фестиваля «Семья семей в Москве», пока не раскрыта. Членам жюри еще предстоит сделать свой выбор. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Проспект Мира в Заречном на один день переименовался в «Улицу Мира». В День города здесь расположились пять площадок, представляющих народы, которые проживают на территории Пензенской области. Чуваши, пардва, татары, армяне и русские. На праздники горожане не только смогли познакомиться с костюмами, бытом и культурой разных народов, но и попробовать блюда национальной кухни. С «Улицы Мира» репортаж Ксении Тризны. Чувашские, мордовские, русские, армянские, татарские песни звучат на проспекте Мира. В День города здесь появились павильоны, посвященные культуре разных народов, живущих в Пензенской области. В каждом из них представлены разные аспекты исторического наследия. Национальный костюм – важная часть культуры любого народа, поэтому на праздники можно было примерить наряды и одежду разных народов и национальностей. Это элементы татарского костюма. Однако на самом деле традиционная одежда этого народа гораздо разнообразнее. Убедиться в этом можно было, понаблюдав за дефиле. Зареченцы увидели, как одевались татары в зависимости от положения в обществе, возраста, исторической эпохи. Здесь можно было не только полюбоваться на костюмы, но и познакомиться с некоторыми техниками создания одежды. Например, посмотреть, как делают шерстяные нитки, из которых потом вяжут носки. Мы вот так придем шерсть, держим овец, их стрижем. Из этой шерсти мы делаем нитки. Вот это показываю вот так. По соседству еще одна мастерица вышивает. В татарском орнаменте преобладают растительные элементы. Центральный мотив – тюльпан. Раньше замужем ходили девушки. Они заранее готовили, вышли и наряжали дом жениха. А сейчас такого же нет. Раньше было. Я работаю в библиотеке, у меня кружок вышел. Я детей учу. Какое же погружение в культуру без национальной кухни? На праздники всех желающих угощали ароматным травяным чаем. В Казани был, чай пил, чак-чак ел. Обязательный список дел. Краткая такая программа для всех гостей столицы Татарстана. Но в день города не обязательно было ехать в Казань, чтобы попробовать настоящий татарский чай. И все это изобилие только в одном павильоне. Если заглянуть на армянскую площадку, быстро уйти точно не получится. Попадешь в круг и будешь танцевать. Уметь танцевать совершенно не обязательно. Здесь готовы дать мастер-класс, все рассказать и показать. Я только приехала из Армении, я ездила туда на месяц на обучение. И там, конечно, научилась именно настоящим старинным армянским обрядом и танцем. И поэтому сегодня, правда, не в полной сфере, но вот как бы частичка этого сегодня здесь представлена. Этот праздник – возможность показать уникальность и самобытность разных культур. И в то же время такие встречи доказывают, что, несмотря на отличия в языке и традициях, у представителей национальностей, которые живут бок о бок, много общего. Ну, где мы еще вот так, да, пообщаемся, потанцуем, попразднуем совместно, да, когда это несколько культур собрали вместе, но тем не менее мы связаны одной вот этой невидимой ниточкой нашей русской культуры. Поэтому это очень здорово и это очень круто. Никто из гостей праздника не обошел своим вниманием русский павильон. На этой площадке в День города собирались установить рекорд России и пожарить самую большую порцию картошки. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Более 300 килограммов картофеля пожарили в Заречном на 65-летие города. Увидеть это событие на площадь Дворца культуры «Современник» пришли несколько тысяч горожан. Буквально за час опытные повара приготовили блюда, благодаря которому «Заречный» войдет в реестр рекордов России по количеству единовременно приготовленного жареного картофеля. Подробности в нашем следующем материале. Приготовить более 300 килограммов жареной картошки на гигантской сковородке – об этом рекорде поют со сцены юные горожане. В день 65-летия Заречного на фонтанной площади Дворца культуры «Современник» собрались несколько тысяч жителей, чтобы с историческим размахом отметить этот юбилей, установив новый рекорд России. Сейчас будем грести и поплывем в страну рекордов России. Будем готовить очень-очень вкусную картошку. Все силы положим для того, чтобы качественно сварить, пожарить нашу картошку и поставить рекорд. Все-таки можно рассчитывать, что не подгорит ничего? Ничего не подгорит. Будем очень аккуратно, с душой размешивать, чтобы ни единой корочки не осталось на этой сковородке прекрасной. Идея устроить пир под открытым небом в день города принадлежит зареченцу Дмитрию Стародубцеву. Эту мысль поддержали на одном из частных предприятий города, где и была изготовлена огромная посуда специально к 65-летнему юбилею Заречного. Диаметр сковороды – 2 метра, объем – 750 литров. Внизу расположен специальный мангал, внутри которого повара развели огонь, чтобы начать приготовление традиционного блюда русской кухни. Сейчас раскаляется сковородка, туда мясо, лук, а потом картошка. Все у нас по технологии, все у нас хорошо, и надеемся, все получится у нас. Процесс приготовления пищи контролирует представители муниципалитета. Блюда для зареченцев готовят самые опытные кулинары. Весь секрет в том, что нужно сначала пожарить мясо, а потом уже добавлять лук, чтобы вот этот вот нагар, который снизу, он тогда отойдет, когда лук добавишь потом. Вот. Некоторые делают неправильно, сначала жарят лук, потом картошку, это неправильно. Мне сказали, что кусочки должны быть небольшими, но так как я хозяйка с тастажем, то я примерно представляю вот такие кусочки, да. А как думаете, вообще, на всех хватит накормить? Я думаю, что даже останется. Все, спасибо. Кто будет больше всего болеть, тому точно достанется. Картофель почистили при помощи автоматических картофелей чистых в школьных столовых. Габаритная сковородка способна накормить несколько тысяч человек. Ингредиентов предостаточно. 300 килограммов картошки, 60 килограммов сочной дейки, 50 килограммов лука и 15 литров масла. Четыре человека следят за тем, чтобы блюдо не подгорело и было вкусным, чтобы всех пришедших на этот праздник зареченцев накормить. Один час потребовался опытным поварам для того, чтобы приготовить сытный ужин для пришедших на праздник гостей. Рекорд установлен. Удалось все замечательно. И мясо, и картошка. Самое главное удовольствие, которое это доставляет народное блюдо. Это хорошо, что все это в праздник совпало. Отведать традиционное блюдо русской кухни пожелали около двух с половиной тысяч жителей нашего города. В этот день был установлен рекорд России по количеству единовременно приготовленной жареной картошки. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». День города прошел, а эмоции остались. Предлагаем зареченцам еще раз погрузиться в атмосферу того дня. Праздника, над которым трудились сотни горожан. И они прекрасно справились с этой задачей. Это было ярко, мощно и незабываемо. Время, ветер и песок Дни сливаются в года Но ты всю жизнь искал момент В плену надежд, ошибок, страх Я беру от жизни все Нету завтра, есть сейчас Это жизнь водоворот И падение, и взлет Да мечты один и шаг Life is good Скажем вместе Life is good Этой песней Life is good Жизнь прекрасна Life is good Life is good Скажем вместе Life is good Этой песней Life is good Жизнь прекрасна Life is good Жизнь стучится в сердце трюме, а оно в ударе Всем грехов в руке, как струны на моей гитаре На которой я играю каждый день в неделе Пусть сбиваюсь, но на небе подпевают, е-е-е Как иначе, не иначе, замыкаем круг И ты начал лайф, кто-то подпадил из скук Не получилось песни, отделив людей от тьмы А кто писал и сочинил по рифме, получилось мы Life is good, скажем вместе Life is good, этой бестией Life is good, жизнь прекрасна Life is good, life is good Скажем вместе, life is good, этой бестией Life is good, жизнь прекрасна Life is good Объединяться, чтобы жить Надежды, встречи и мечты Но я хочу здесь и сейчас Жизнь в городе, одна бестией И быть на счастье рождены Life is good, скажем вместе Life is good, этой бестией Life is good, жизнь прекрасна Life is good Life is good, скажем вместе Life is good, этой бестией И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня Я желаю вам хорошего вечера И до новых встреч на канале Заречный Распродажа Распродажа только с 10 по 30 сентября Скидки 20% на всю одежду и обувь Футболки от 300 рублей Мужские и женские кофты от 500 рублей Женская обувь от 700 рублей Мужская обувь от 500 рублей Осенние и зимние куртки от 2000 рублей Магазин Алсу, Заречный, улица Ленина, 62А КВН снова в Заречном Волна юмора захлестнет вас с головой Музыкальный кубок главы города Заречный по КВН Это вам не шутки В Дворце культуры Современник В битве за победу на сцене сойдутся более 10 команд Слышить вас будут лучшие коллективы города Заречный Сборная педагогов Сборная специального управления FPS номер 22 МЧС России И многие другие команды города Пенза 7 сентября в 18.00 Ждем вас на этом грандиозном событии Билеты в кассах и на сайте ДК Современник Строительство первой в мире АЭС малой мощности Рекордная отгрузка атомного реактора Как Росатом добывает уран в Забайкальском крае Смотрите в среду в 20.00 Рекордная отгрузка атомного реактора Рекордная отгрузка атомного реактора